Привет, друзья! Сегодня мы приготовим птичье молоко. Нет, это скорее не торт, гости его уже наелись. А воздушное десерт-сюфле, которое придется всем по вкусу. Ну что, приступим? Итак, сначала необходимо приготовить бисквит, основу для десерта. Рецепт бисквитного коржа вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в описании или в правом верхнем углу. Только используйте вместо указанных там ингредиентов 86 грамм яиц, 43 грамма муки и 72 грамма сахара. Если у вашего миксера небольшая мощность, то взбивайте белки и желтки отдельно с половиной сахара. А потом все по рецепту. Вместо сливок вы можете использовать такое же количество сливочного масла, если такие крема вам нравятся. Я пересчитывала ингредиенты на форму 16-17 см, поэтому даже яйца в граммах. Ингредиенты для формы 20 см в стаканах и ложках, а также в граммах и штуках в описании. Сначала необходимо оставить набухать 14 грамм желатина. Залив его 57 миллилитрами воды и оставив его стоять около 10-20 минут. Тем временем разделите 216 грамм яиц на желтки и белки. Из желтков сделайте заварной крем. Смешайте в миске или сразу в сотейнике желтки, 90 грамм молока, половину сахара из общего количества, 40-44 грамма, и примерно 1-2 столовые ложки муки или крахмала. Я брала 1,5. Все перемешайте венчиком. Если комочки никак не хотят растворяться, то пролейте масло через сито. Варите ее до загустения на маленьком огне. При этом надо все время вмешать, чтобы не пригорало, так как такой крем подорает довольно легко. Взбейте сливки или сливочное масло до пышности и добавляйте по 1 столовой ложке в крем, каждый раз взбивая. Все ингредиенты в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Взбейте белки до устойчивых пиков. Добавьте туда капли лимонного сока. Взбейте до небольшой пены и постепенно всыпьте оставшийся сахар. Добавьте растопленный желатин и взбейте, допиваясь пиков. Белковую массу по 1 столовой ложке добавьте крем, каждый раз взбивая. Перелейте массу в форму с бисквитным коржом диаметром 16 см. Часто notice. Играем в формулу с бисквитным.